Всем привет, с вами снова Влад со своими игровыми новостями. Сегодня в свежем выпуске ты узнаешь, что в России представили новый аналог Ютуба. Также Юбисофт готовится выпустить несколько ремастеров классических игр Assassin's Creed. Ну а авторы Metal Gear Solid Delta Snake Eater рассказали больше подробностей о игре. А Valve порадовали игроков Team Fortress 2 началом борьбы с читерами и еще очень много всего интересного. Поэтому, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал, ну а я расскажу тебе обо всем подробней. Студия Team Jade анонсировала начало альфа-тестирования тактического шутера Delta Force Howcops на ПК 18 июля. Регистрация участников уже открыта на официальном сайте игры, а с 10 июля можно будет записаться на тестирование через Steam. В альфа-версии игрокам станут доступны 6 операторов, представленных в свежем кинематографическом трейлере. Игроки смогут использовать 40 видов оружия и настроить его под себя. Русский язык также будет поддерживаться. Игрокам предстоит пройти два режима Delta Force, каждый из которых имеет две карты. В опасных операциях команда из трех человек собирает ресурсы и сражается с врагами, управляемыми искусственным интеллектом и другими игроками. Поражение приведет к потере добычи оружия и предметов. Невероятные сражения отправят игроков на огромные карты, где две команды сражаются за контроль над стратегическими точками, используя десантные корабли, боевые танки, тяжелые вертолеты и другие виды транспорта. Канами представила первый дневник разработки ремейка Metal Gear Solid 3 Snake Eater, раскрывая новые возможности и улучшения для Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Система камуфляжа была значительно улучшена, и теперь на теле и одежде Снэйка остаются видимые следы при прохождении игры. Одежда будет покрываться листьями, грязью и получать повреждения от пуль, которые будут отображаться в реальном времени. Разработчики обещают создать реалистичные джунгли с использованием передовых технологий и визуальных эффектов. Управление будет адаптировано для передвижения на корточках и с оружием, а игроки смогут выбирать между классическим и оригинальным стилями управления камерой. Кроме того, как и было обещано ранее, игроки смогут использовать различные цветовые фильтры, включая Retro, Sepia и Legacy. А следующий выпуск Production Hotline будет посвящен кинематографическим роликам и особенностям игрового процесса. Дата выхода Metal Gear Solid Delta Snake Eater пока не объявлена, но ремейк будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. The Seach of Dawn – это динамичный и захватывающий экшен, созданное авторами Ashen, выйдет 18 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В честь этого события разработчики представили впечатляющий ролик, демонстрирующий более 20 минут увлекательного игрового процесса. Одним из ключевых моментов ролика стала демонстрация города Сибила, который когда-то был одним из самых могущественных городов государства вселенной Флинтлок. Однако со временем он превратился в упадническое поселение, населенное монстрами, с которыми игрокам предстоит сразиться. В ролике также показаны разнообразные боевые сцены, где игроки могут использовать не только холодное и огнестрельное оружие, но и натравливать на своих противников необычных компаньонов. Например, длиннохвостого зверька с большими ушами совершает игровой процесс эпическая сюжетная кат-сцена. Ранее разработчики уже делились 9 минутами геймплея Флинтлок, которую называют новой игрой в жанре Souls-Light, где коалиция борется за будущее человечество. Игровой процесс, вдохновленный Dark Souls, сочетает высокую мобильность и смертоносные комбо-атаки. Разработчики из российской компании R-Team представили свою новую альтернативу сервису YouTube под названием «Платформа». Презентация состоялась в рамках мероприятия, организованного региональным общественным центром интернет-технологий. В России уже существуют локальные альтернативы YouTube, такие как R-Tube и VK-Video, но платформа предлагает интерфейс и функции, максимально приближенные к американскому сервису. Пользователи смогут воспользоваться системой рекомендаций и инструментами для продвижения блогеров, получить аналитику под своим видео. Сервис поддерживает разрешение роликов до 4К и позволяет добавлять субтитры, а также распознает русский и английский языки. Кроме того, предусмотрена поддержка коротких видео в стиле шорт с YouTube. По словам генерального директора R-Team Андрея Талызина, платформа способна обрабатывать 240 тысяч запросов в секунду, и на платформе действует система модерации, ограничивающая контент, нарушающая российское законодательство. Глава Ubisoft Ив Гейма поделился информацией о том, чего ждать игрокам в будущем, и подтвердил, что компания продолжит специализироваться на захватывающих приключенческих боевиках с открытым миром. Среди предстоящих релизов Star Wars Outlaws и Assassin's Creed Shadows. Также Ubisoft планирует провести ряд ремейков, которые позволят обновить некоторые классические игры серии Assassin's Creed с их богатыми мирами. Гейма не раскрыл подробностей, но недавно ходили слухи о возможном ремейке Assassin's Creed 4 Black Flag. Кроме того, Ubisoft стремится разнообразить серию. Цель состоит в том, чтобы игры Assassin's Creed выходили более регулярно, но не в том, чтобы каждый год получать один и тот же игровой процесс. В будущем нас ждет много хорошего, в том числе анонсированная нами Assassin's Creed Hex, которая будет сильно отличаться от Assassin's Creed Shadows. Думаю, вы удивитесь, говорит Гейма. Ubisoft уже выпустила несколько ремастеров игр серии Assassin's Creed, включая обновленные версии Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood и Assassin's Creed Revelation, в сборнике Assassin's Creed The Adso Collection. В 2018 году компания выпустила ремастер Assassin's Creed Roach, однако в серии еще не было ни одного ремейка, и Black Flag может стать первым. Недавно Ubisoft Торонто объединила усилия с Ubisoft Montreal для работы над ремейком Prince of Persia The Sand of Time. Теперь же стало известно, что Ubisoft сократила 33 сотрудника канадского подразделения. Ubisoft Торонто провела реорганизацию, чтобы достичь своих амбициозных целей, но это решение коснулось 33 членов команды, которые покидают компанию. Мы готовы поддержать их, предоставив выходное пособие и помощь в построении карьеры, чтобы облегчить переходный период. Сокращение штата в Ubisoft Торонто кажется нелогичным, учитывая, что студия работает над ремейком Prince of Persia и Sprinter Cell, и можно было бы ожидать расширения штата для успешной реализации этих масштабных проектов. Однако Ubisoft утверждает, что увольнение не повлияет на текущие проекты и планы останутся без изменений. Кризис игровой индустрии затрагивает все компании, но только некоторые объясняют массовое увольнение стремлением к росту и амбициями. Take-Two Interactive назвала сокращение оптимизации процесса, а Square Enix заявила об активном развитии мультиплатформенных игр. Стало известно, что Ubisoft испытывает финансовые трудности, которые могут привести к увольнениям еще с начала 2023 года. С тех пор компания неоднократно проводила массовые сокращения, и этот процесс еще не завершен. Поклонники Team Fortress 2 долгое время сетовали на то, что игровые лобби заполонили читеры. Но теперь они с восторгом сообщают о масштабной волне банов, прокатившейся по игре от Valve. По слухам, под бан попали звезды среди читеров, распространявших аймботы, а новые аккаунты, замеченные в нечестной игре, быстро получают банк. Игроки утверждают, что больше не сталкиваются с читерами в лобби и во время матчей. Однако до сих пор остается неясным, кто стоит за этим, система античита Valve или сами сотрудники. В начале июня игроки обращались к Valve с призывом спасти Team Fortress 2 от нашествия читеров, начав распространять петиции и понижать рейтинг игры в Steam. Также они просят разработчиков не останавливаться и продолжать борьбу с нарушителями. И хотя это только начало, игроки рады, что разработчики наконец-то обратили внимание на проблему. И на этом свежий выпуск вчерашних новостей подошел к концу. Как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарий, ведь уже совсем скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!